Приветствую всех на канале Телемикс, это программа Есть Тодей. Отличного дня и хорошего настроения вам желает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта – качество по доступным ценам. И эту пачку в шарик знаю все на свете, даже очень маленькие, маленькие дети. Малочку любимая, малочку полезная, да незаменимая, всем вокруг известная. Мама в магазине часто покупает и в мою любимую чашку наливает. Вкусная-привкусная, милая-примилая, малочку волшебная, чашечка любимая. Так, для вас сегодня работаю я, Ольга Романенко, ну а на кухне Татьяна Семенник. Привет, Тань. Привет, Оль. Сегодня мы будем готовить очень быструю закуску из кабачков. Сейчас как раз период, когда кабачков у всех очень много. Вот, и поделюсь очень простым и быстрым рецептом. Так, что нам понадобится? Что понадобится? Нам понадобится кабачок, помидор, заправлять мы будем все сметаной, чеснок и украсим зеленью. Так, отлично. И как это готовится? Ну, ты говоришь, что это быстрый рецепт, да? Да. Сейчас что я сделаю? Я нарежу кабачок вот на такие кольца. А потом обжаришь? Да, посолю, поперчу, обязательно мы обваляем в муке, обжарим и уже сверху будем смазывать это все сметаной, ну такой более легенький, чтобы для девочек подошел, подошла эта закуска. Добавим помидор и украсим зеленью. А вообще дома часто готовишь? Да. Готовлю только я. А что чаще всего готовишь? Что любят твои домочадцы? Мясо, рыбу. Ну, дочка у меня, которой 6 лет, как-то я уже во студии была, вы мне задавали вопросы, уже знаете. Ну, как и все дети, она у меня не всеядная девушка, поэтому кушаем мы все простое, там, макароны без ничего, супчики какие-то легкие, вот. Но я очень люблю вот эту закуску, рекомендую на нее очень многим обратить внимание, это быстро, вкусно, даже как и прекрасная подача на праздничный стол. А главное, полезно. Да, да, да. Предлагаю сейчас прерваться на блок новостей от наших коллег, а после мы вернемся и продолжим делиться с вами замечательными новостями и готовить нашу закуску. Никуда не переключайтесь. Таня, скажи, ты любишь сладости? Обожаю. Мне кажется, я сладкоежка. Я тоже очень люблю сладкое, но еще я знаю, что услуги стоматологов очень дорого стоят, поэтому... К сожалению. К сожалению, да. Я почему решила заговорить именно про сладости? Есть такое искусство, японское амэдзайку. Слышала ли ты когда-нибудь об этом? Нет, впервые слышу. Это мастерство изготовления леденцов в произведении искусства. Как интересно. Да, то есть, казалось бы, это сладость, но есть их жалко, потому что это действительно произведение искусства. Это мастерство заключается в профессиональном приготовлении леденцов в форме животных, а свои истоки оно берет в далеком восьмом веке. Зародилось ремесло, естественно, в Японии в период хэйян. Изначально оно практиковалось только в храмах киото, но потом уже со временем широко распространилось, и сейчас это мастерство не только в Японии очень популярно, но и, в принципе, по всему миру уже разнеслось, так скажем, да? Для процесса приготовления требуются ножницы, пинцет, сахарный сироп, крахмал и пищевые красители. Работа эта кропотливая и напоминает отдаленный алгоритм обработки стекла. База для сладостей должна быть приготовлена заранее, ей придают форму шарика, из которого в дальнейшем формируют сладкую скульптуру. Перед тем, как приступить к работе, шарик нагревают, а мастер должен терпеть этот жар, что достаточно болезненно для рук. Раскаленная заготовка насаживается на палочку, и художник начинает творить. Процесс заканчивается тогда, когда карамель остывает окончательно. Истинные мастера Амидзайку, что называется, навес золота, их очень ценят в Японии, ну и за рубежом, естественно. Один из них – это молодой профессионал, ему всего лишь 30 лет, зовут Шинра Тезука, и у него уже есть свой магазин в Токио, который пользуется просто бешеной популярностью в Японии. Вот так-то. Очень, Оля, интересно, честно, так заманила меня, хочется съездить в Японию обязательно попробовать, да, потому что, ну, очень впечатляюще. Очень впечатляюще, да. Вот снискал Славу, что сказать, да, ты бы хотела быть популярной в чем-либо, ну вот талантливой, знаменитой. Ну, ты и так талантлива, ты у нас визажист, так ты хотела бы быть знаменитой в этой области, чтобы тебя весь мир знал, все, о, это же та самая, это тебя на себе неик великий визажист. Скорее всего, да. Хотела бы, да. Это интересно, да, попробовать, но на самом деле, мне кажется, это очень ответственно. Это не так просто, как все думают со стороны, это нужно быть всегда во всеоружии, во всех смыслах, да, быть умным, красивым, стильным, нести хорошее, не знаю, там, поведение свое, манеры, то есть всегда держать себя в тонусе. Это точно, вот даже сейчас мы ведущие, да, как-то вот надо держать, ну, я ведущая, да, не падать, да, лицом в грязь. Вот и мы вышли с таким вопросом на улице нашего города, чтобы узнать у сырицев, хотят ли они быть популярны, если да, то в чем, узнаем. Ну, это ответственность большая. А не Москва? Ну, как, не люблю публичность. Ну да. А в какой сфере, если не секрет? В музыкальной сфере, именно фортепиано. Я увлекаюсь, да, я занимаюсь фортепиано, играю уже, ну, 7 лет, выучилась в музыкальной школе и сейчас дальше продолжаю это делать, потому что мне это нравится. Я прям в восторге. Ага, а вас не пугает то, что вот знаменитость, она предполагает какую-то ответственность, может быть, какие-то накладки на там личную жизнь, куда-то нельзя показываться, какие-то места посещать публичные? Нет, не пугает. Ага. Не пугает. Изначально моя детская мечта — стать актером, просто, вот и все. Скорее всего, нет. Почему? Наверное, потому что будет очень много дел, и это плюс школа еще, то есть свободного времени вообще не будет. Детство уйдет куда-то мимо? Да. Наверное, да, потому что есть возможность познакомиться со многим количеством людей и, ну, быть влиятельной в какой-либо сфере. А не пугает какая-то вот рождая ответственность, активное внимание повышенное других людей? Конечно, пугает, но иногда это, по-моему, полезно оказываться во внимании чьим-либо. А в какой-либо сфере хотелось бы стать? В медицине, я учусь просто в медицинском, поэтому, наверное, вот хотелось бы стать знаменитым врачом. Ну что, впереди нас ждет, надеемся, бабье лето. Оля, расскажи, пожалуйста, за это лето ты сколько раз побывала на море? Сколько раз я побывала на море? Сложно сказать, потому что я была очень мало раз. А почему сложно? Собственно, скажу правду, три раза была. Три раза. Саша, Мэри, так, с утра до вечера, и все. Потому что работу никто не отменял. Вот, откоска нету, поэтому... У меня так же. У меня так же. А я как-то тут задалась целью и нашла топ-3 самых необычных пляжей вообще в мире. Один из них – Ракушечный пляж в Австралии. Живописный Шелл-бич, расположенный на восточной стороне полуострова Перрон. Имеет протяженностью 60 километров. И вместо песка его покрывают триллионы белых ракушек, оболочек крошечных моллюсков. И так как вода в бухте очень-очень соленая, и в этой воде приспособиться другие организмы не смогли, а моллюски себя почувствовали очень превосходно и размножились в невероятном количестве. И останки их жизнедеятельности покрыли километры прибрежной линии. И теперь туристы с удовольствием туда приезжают, фотографируются. Это один из знаменитых пляжей. Также пляж Соборов, который находится в Испании. Этот испанский пляж расположен недалеко от городка Рибадео. Его необычное название происходит от скалистых образований, своды которых похожи на арки готических сборов. Ну, честно, зрелище потрясающее. И если дождаться отлива, то можно побродить по величественным каменным коридорам, которые устланы мягким влажным песком, и заглянуть в пещеры, которые во время отлива могут порадовать любопытный глаз. И третий самый интересный пляж – это черный пляж Паналулу, который находится в Гавайях. Он расположен между национальным парком гавайских вулканов и маленьким городком Налеху. И считается самым черным пляжем в мире. И представляет собой поистине незабываемое зрелище. Кокосовые пальмы окамляют прекрасную темную песчаную кромку, образованную из бальзата. Это вулканическое вещество, попавшее в море в результате извержения. Вот такое в мире, оказывается, есть. Хороший топ, мне нравится. Это топ тех пляжей, куда мы точно не поедем. Почему? Если задаться с целью, помечтать, почему бы и нет? Например, Гавайи, черный пляж ждет нас. О чем я действительно сейчас мечтаю – это о хорошей погоде. А будет ли хорошая погода – узнаем у Анны Матвеяс. Прогноз погоды на 10 сентября. В студии Анна Матвеяс. Здравствуйте! В Владивостоке в четверг пасмурно. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха плюс 19. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность высокая. Ветер северо-восточно умеренный. У срезки 10 сентября – облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Возможно, гроза. Температура воздуха плюс 23. Атмосферное давление в норме. Влажность высокая. Ветер северо-восточно умеренный до сильного. О погоде все. До встречи! Ну, продолжая тему о море, Оля, ты слышала про стеклянную бухту, которая находится под Владивостоком? Конечно, мне кажется, каждый приморец знает об этом месте. Оно же такое уникальное. Да, достаточно уникальное. И свое название этот маленький кусочек Уссурийского залива получил благодаря побережью, усыпанного осколками стекла и фарфора. Ну, потрясающая картина смотрится, конечно, когда солнечная погода и миллионы этих камешек переливаются. Но люди рассказывают по-разному историю возникновения данного пляжа. Одни утверждают, что побережье этой маленькой бухточки однажды перевернулось два грузовика со стеклотарой. А другие говорят, что туда вывозил отходы местный фарфоровый завод. Ну, тут уже неизвестно. Кто-то говорит, что там была свалка Горностай. И в 2011 году у местных жителей было двоякое отношение к этой бухте. Многие считали это помойкой и не хотели туда приезжать. А кто-то, наоборот, с восторгом приезжал, вдохновлялся. И это место очень популярно среди китайцев, наших соседей. Да, это точно. Потому что они очень любят вывозить в качестве сувениров эти самые стекляшки. К сожалению, да. И поговаривают, что если так пойдет дело дальше, что бухту могут вывезти. Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Но что самое интересное и уникальное, то что такой же пляж есть и в Калифорнии. Это два единственных пляжа в мире, которые есть вот у нас на нашей земле. На побережье Тихого океана в городе Форт Брэк тоже есть такой пляж, как я уже повторюсь. Жители также этого города использовали этот пляж в качестве свалки. И так продолжалось где-то до 1967 года. И потом эта свалка была закрыта. Ну, природа у нас уникальная, она делает свое дело и из мусора превратила такой потрясающий пляж, который мы можем наблюдать у нас под Владивостоком. Поэтому мы такие же интересные и увлекательные. Не только там три пляжа мира, которые стоит посетить, но наш пляж тоже рекомендуем съездить и посмотреть. Обязательно. А пока мы прервемся на рекламу, после которой возвращаемся и продолжаем готовить кабачки и делиться интересными новостями. Никуда не переключайтесь. Приветствуем всех на канале Телемикс. Телемикс. Это программа Есть Тодей. Отличного дня и хорошего настроения вам желает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта. Качество еще доступнее. И эту пачку в шарик знают все на свете. Даже очень маленькие, маленькие дети. Малочку любимая, малочку полезная, да незаменимая, всем вокруг известная. Мама в магазине часто покупает и в мою любимую чашку наливает. Вкусная-привкусная, милая-примилая. Малочку волшебная, чашечка любимая. Есть Тодей – это программа, где мы делимся с вами самыми интересными новостями со всего мира, а еще делимся интересными и вкусными рецептами. Для вас сегодня работаю я, Ольга Романенко, она на кухне, Татьяна Семенник. Привет, Тань. Привет. А что ты сегодня готовишь? Рассказывай. Быструю закуску из кабачков. Сейчас я уже кабачки нарезала, перехожу к помидорам и буду обжаривать сам кабачок. Посолю и поперчу. Так, ну, закуска действительно быстрая, ингредиентов совсем немного. То есть кабачок, помидор, быстрый вкус, сметана, мука и зелень. Все, все, очень быстро, очень просто, действительно. Мне тут недавно написала одна наша постоянная телезрительница и спрашивает, а почему вы уже фильмы не советуете, какие просмотры? Я просто раньше всегда советовала, сама смотрела и сама советовала. И действительно я подумала, почему мы этого уже не делаем? Пора бы исправляться. Итак, три фильма, которые я советую вам на вечер. Итак, фильм первый «Достать ножи» 2019 год, рейтинг 7,9. На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харла Тромби виновника торжества находят мертвым. Налицо явное самоубийство, но полиция по протоколу опрашивает всех присутствующих в особняке членов семьи. Хотя в этом деле больше заинтересован частный детектив Бена Аблан. Тем же утром он получает конверт с наличными от неизвестного и заказ на расследование смерти Харлана. Не нужно быть опытным следователем, чтобы понять, что все приукрашают свое отношение с почившим главой семейства. Но Блану достается настоящий подарок – медсестра покойного, которая физически не выносит ложь. А второй фильм, который я советую на вечер – «Обмен принцессами» 2017 год, рейтинг 6,4. 1721 год. У регента Франции Филиппа Орлянского возникает смелая идея. Его подопечный 11-летний Людовик XV скоро станет королем. Обмен принцессами укрепил бы хрупкий мир с Испанией, многолетней войны с которой обескровили оба королевства. Регент выдает свою 12-летнюю дочь за наследника престола Испании, а Людовик XV должен жениться на испанской инфанте – 4-летней Анны Марии Виктории. Но поспешный вход в свет молодых принцесс, принесенных в жертву политики, станет причиной их безрассудства. И третий мультфильм, который я советую к просмотру – «Скуби-Ду» 2020 год, рейтинг 5,9. Вот, кстати, я думаю, что рейтинг несправедливо занижен, потому что мультик очень здоровский. Я смотрела его с ребенком, мне очень понравилось. Однажды мальчик по имени Шегги встречает бездомного щенка, которому дает довольно странную кличку «Скуби-Ду». Это становится началом не только настоящей дружбы, но и множества удивительных событий, в которых главные герои принимают самое активное участие. При поддержке школьников Дафни Фредди и Велмы приятели создают частное детективное агентство, мечтая помогать городским властям справляться с различными преступлениями и преступниками. Вскоре наступает момент, когда отважным сыщикам приходится столкнуться с реальной опасностью. Подлый Дик собирается выпустить на свободу Цербера жуткую собаку-призрака, а отчаянная команда должна любой ценой остановить приближающийся апокалипсис. Вот вам на вечер фильмы, а сейчас предлагаю посмотреть рубрику «Плата квитанции». То есть там рассказывают, как оплачивать квитанции, как разбираться с какими-то документами. В общем, полезная рубрика, смотрим. Вопрос. Как изменить форму накопления средств на капитальный ремонт многоквартирного дома? И кто должен быть собственником специального счета, на котором будут собираться деньги? В соответствии с законом Приморского края существует два способа формирования фонда капитальный ремонт. Это на счете регионального оператора или на специальном счете. Ну, счет можно поменять в любой момент на основании протокола общего собрания собственников жилых помещений. Для перехода, например, если собственники хотят перейти на специальный счет, то им необходимо организовать общее собрание собственников жилых помещений, на котором обязательно нужно набрать кворум 2 трети голосов, это 67%. В случае, если они не наберут данный кворум, то этот протокол является неправомощным. И перейти они на специальный счет, естественно, не смогут. Так что собственникам необходимо поработать в этом направлении, обязательно провести собрание и обязательно набрать данные кворуму, чтобы перейти на специальный счет. Обязательно, конечно, при проведении общего собрания и набирании кворума собственники жилых помещений оформляют протокол общего собрания, который обязательно направляют в фонд капитального ремонта и в государственную жилищную инспекцию. Фонд капитального ремонта при принятии данного протокола учитывает данный протокол и в течение года собирает данные денежные средства, уплаченные ими ранее, и по течению ровно один год перечисляет данные средства на их специальный счет. Собственникам специального счета может быть как управляющая компания, либо ТСЖ, а также может быть и выступать и фонд капитального ремонта, владельцы специального счета. Тут собственники самим необходимо принять решение, решить вопрос управляющей компании или представителям ТСЖ. Если они согласны владеть данным специальным счетом, то они могут протоколе обозначить и обязать их быть владельцем специального счета. Если они не найдут компромисс, то фонд никому не отказывает и готов выступить как владельцем специального счета. Итак, наши кабачки уже отправились на сковородку обжариваться. А как долго им нужно обжариваться с двух сторон? Ну, до золотистой корочки. Не стоит там как-то и зажаривать, и самое главное, не стоит их пережаривать, чтобы сохранить полезные свойства. Да, действительно. Ну, пока ты занимаешься этим делом, я хочу рассказать тебе одну очень интересную историю, которая, ну, меня очень поразила, действительно. Дрон заменил птенцу-мать. То есть это история, как в Израиле спасли обреченную на гибель птицу. Потрясающая история спасения птенца в Израиле стала известна всему миру. Малыш редкой птицы белоголового сипа остался без мамы. И орнитологи приняли, поняли, что один родитель, ну, то есть отец, не в состоянии прокормить его. Чтобы спасти молодого сипа, орнитологи обратились к военным, и впервые в истории роль второго родителя исполнил дрон. Белоголовый сип – это крупная хищная птица из рода грифов. У них характерная внешность и схожий тип питания. Они редко занимаются активной охотой и питаются в основном падалью. В гнездах крупных хищных птиц всегда мало птенцов. Как правило, это один птенец, очень редко два. В исключительных случаях два. Ну, прям, ну, совсем редко три, но это прям. Дело в том, что крупным хищным птицам сложно вырастить птенца. Их трудозатраты намного выше, чем у мелких птичек. Все-таки накормить его, вырастить, только два родителя могут это сделать. Один, ну, плоховато будет с этим справляться. Да, справляться. Свою помощь ученым предложили военные. В Израиле, кстати, очень трепетно относятся к диким птицам. Здесь разработано очень много программ по спасению диких видов. И существует даже целая сеть камер, которые наблюдают за гнездами и подрастающим потомством. Благодаря одной из них и как раз и выяснили, что птенец остался без мамы. Отец не бросил малыша, и ученые решили ему помочь. Военные предоставили дрон и обеспечили техническое сопровождение. Орнитологи составили меню, соответствующее возрасту птенца. Так началась история чудесного спасения. Каждые 2-3 дня дрон доставлял в гнездо Сипа в корм мясо, обогащенное дополнительными питательными веществами. Были опасения, что птенец испугается дрона. Но нет, он брал еду, как и положено ему принесли. Он такой подлетел, подбежал, взял. Нормально. Спустя некоторое время молодая птица покинула гнездо. С этого момента операция по спасению считается завершенной. Кстати, раньше у специалистов, занимающихся спасением диких птиц, был только один выход в подобной ситуации. То есть забрать птенца из гнезда, его отвезти куда-то в вольер. То есть на свободу его уже не выпустят, потому что это уже невозможно будет. Он не выживет один в дикой природе. А благодаря вот этому дрону маме, да, они птенца выкормили, летать он научился. Все. Значит, можно его не забирать из своей естественной среды обитания. Вот такая замечательная история спасения птенца. А еще у нас замечательный опрос на нашем канале. Смотрим. Ну, это ответственность большая. А не москва? Ну, как? Не люблю публичности. Ну да. А в какой сфере, если не секрет? В музыкальной сфере, именно фортепиано. Я увлекаюсь, да. Я занимаюсь фортепиано. Играю уже, ну, 7 лет, выучилась в музыкальной школе. И сейчас дальше продолжаю это делать, потому что мне это нравится. Я прям в восторге. Ага. А вас не пугает то, что вот знаменитость, она предполагает какую-то ответственность? Может быть, какие-то накладки на там личную жизнь, куда-то нельзя показываться, какие-то места посещать публичные? Нет, не пугает. Ага. Не пугает. Изначально моя детская мечта — стать актером. Просто вот и все. Скорее всего, нет. Почему? Наверное, потому что будет очень много дел, и это плюс школа еще, то есть свободного времени вообще не будет. Детство уйдет куда-то мимо? Да. Наверное, да, потому что есть возможность познакомиться со многим количеством людей и, ну, быть влиятельной в какой-либо сфере. А не пугает какая-то вот рождая ответственность, активное внимание повышенное других людей? Конечно, пугает, но иногда это, по-моему, полезно оказывается во внимании чьим-либо. А в какой-либо сфере хотелось бы стать? В медицине. Я учусь просто в медицинском. Поэтому, наверное, вот хотелось бы стать знаменитым врачом. А ты знала, что у французов очень популярны русские имена? Я тут недавно столкнулась и была в полном недоумении, как так. У нас более популярны иностранные имена, а у французов как раз наши русские имена. Первое – это Никита. Во всем мире это имя греческого происхождения уже давно считается русским. Но во Франции так называют не мальчиков, а девочек. Для меня это было открытие. Вот, причиной послужил очень популярный сериал у них. Оксана. Здесь никаких сюрпризов. У французов это такое же женское имя, как и у нас. Алексис. Это имя также греческого происхождения, но у большинства оно ассоциируется именно с Россией. Традиционная для нас форма Алексей тоже встречается у французов. Наташа – это неуменьшительное ласкательное, как у нас. У них это полноценное имя. Лена. Согласно данным, за 2019 год это имя входит в топ-15 самых популярных женских имен. И это речь идёт не о местном имени Елен, а именно о русском. Далее. Игорь. Это имя вошло в обиход ещё во времена Старовинского и до сих пор находится в топе поклонников этого имени. Правда, на французском оно звучит немножко иначе. Игор. Без мягкого знака. С ударением на последний слог. Саша. Так называют исключительно мальчиков, как Наташа. Это самостоятельное имя, то есть оно не склоняется. Владимир. Ну, наш Владимир Владимирович здесь ни при чём. Владимиров также называли и до 2000-х годов. Особенно популярно было имя благодаря русскому писателю Владимиру Федоровски. Широко известного во Франции и совершенно незнакомого нашей публике. Мы его точно не знаем. Иван. Помимо французов, его любят и испано-латинно-американцы. Для меня это тоже было большим открытием. Также Ася. Как несложно догадаться, имя стало известным после публикации повести Тургенева. И оно сейчас в топе до сих пор. Слушай, как интересно, да? Во Франции популярны российские имена. А наши, наоборот, называют детей любыми именами, только не российскими. Вот сейчас редко встретишь Никиту, Асю. Асю, да-да-да, Наташу. Сейчас у нас все такие имена прям какие-то вот прям королевы великобританские. В общем. Согласна. В общем, это все интересно, это все замечательно. Но еще интересная и замечательная реклама на нашем канале, которую я сейчас предлагаю посмотреть. Таня, вот может быть такой немного неуместный вопрос. Но все же, ты думала о будущем? Где бы ты хотела встретить свою старость? Думала. Уже знаю, где. Расскажи. На берегу моря. Ух ты какая! Да. Иметь домик обязательно я там построю. Земля уже есть. Вот. Построю себе домик. Буду вечерами прогуливаться, наслаждаться морским побережьем. Вот как интересно, да, что с возрастом все-таки человек все больше стремится к тишине, к покою, к природе. Вот даже взять наших родителей, да, они больше времени проводят где-то на даче, на огороде. Ну, природа же все-таки, да? Ну, говорят, с возрастом к земле тянет. Не знаю. Правда это нет? Правильно. Ну, возможно. Японский архитектор Исэйсума, известный всему миру своими необыкновенными зданиями, попробовал воплотить в реальность мечту любого человека преклонного возраста. И создать такое жилое строение, которое бы пришлось по душе каждому, по крайней мере, его стране точно. В рамках своего проекта он создал необычный дом для двух пенсионерок прямо посреди леса, а рядом отдельные пристройки для повара и для администратора. Созданное Исэйсумой удивительное здание имеет весьма необычный дизайн. Оно состоит из пяти палаток, выполненных в стиле минимализма из экологически чистых материалов. Весь комплекс занял территорию всего в 100 квадратных метров. Заказчиками проекта, ну, как я уже и говорила, да, стали две женщины, которые организовывали службу доставки еды для пенсионеров. Они счастливо проживают в этом прекрасном отдельном доме на лоне природы. Вместе с ними там постоянно находится социальный работник и повар. Жилище расположено в японских горах, место было выбрано вовсе не случайно. Архитектор желал, чтобы оно отличалось довольно мягким климатом и живописной природой. В доме есть общая кухня, где дамы могут не только приготовить, но и вместе покушать. Несмотря на внешнюю схожесть дома с шатрами, внутри помещение имеет правильную форму квадратов и совмещены друг с другом. Пожалуй, пожить в столь необычном доме среди лесного массива мечтал бы любой пенсионер. Здесь созданы все необходимые условия для комфортной жизни, а также можно наслаждаться тишиной, пением птиц и, конечно же, дышать полезным свежим горным воздухом. Вот такая замечательная новость. Такая замечательная новость. Также предлагаю прерваться на блок позитивных новостей, после которого возвращаемся. И уже готовы, да, уже будем делиться рецептом и говорить, что мы сделали. История отечественного автопрома в живых экспонатах. Эту коллекцию из 300 ретро-машин уже 30 лет собирает Михаил Красинец. Музей под открытым небом расположился в деревне Черноусова Тульской области. Бывший механик московского автомобильного завода увлёкся техникой в раннем детстве. Всё началось с парада гоночных машин в Москве, на которой его привёл отец. И вот когда по парку «Сокольники» они с большой скоростью, так сказать, трещали на 140 дБ из каждого глушителя, точнее, из каждой трубы вылезало, я просто с ума сошёл от удовольствия. Сначала Михаил собирал только спортивные москвичи, потом начал покупать «Волги», «Жигули» и другие машины. Одна из жемчужин его коллекции – автомобиль «Чайка». Эту модель делали с 1959 по 1988 годы на Горьковском автомобильном заводе. «Бесспорно, самый флагман такой был, самый красивый, самый очень интересный автомобиль. Главное, самый продвинутый в том плане, что агрегаты там стояли. Большой, здоровенный мотор V8 и автоматическая коробка, и всякие электростёкла. И это в 1959 году, когда люди ещё на велосипедах с моторчиком ездили. А люди, начальники, ездили на таких «Чайках». Другая звезда коллекции – «Волга», участвовавшая в ралли Монте-Карло 1964 года. Она и ещё четыре отечественных автомобиля стартовали в Минске и, проехав почти 3000 километров, успешно финишировали. В музей под открытым небом приезжают и автолюбители, и просто путешественники. Заглядывают сюда и жители соседних деревень. Гости по желанию могут оставлять пожертвования, но в любом случае Михаил проводит экскурсии с энтузиазмом. Даже то, что техника на самом деле сохранилась и в таком состоянии, это уже хорошо всё-таки. Это наша история, и я считаю, что она уж точно не должна быть порезана на металл. Всё, постепенно забудется, как бы все старые машины уйдут с наших дорог. Где их вот сейчас? Вот мои дети, допустим, парню 10 лет, он этих машин не видел и нигде больше не увидеть. Только здесь, в этом заброшенном, так сказать, уголке нашей Родины. Сейчас владелец винтажных машин думает о том, как сохранить коллекцию для будущих поколений россиян. Он надеется в ближайшие десятилетия создать команду автолюбителей, которые будут работать над развитием музея и содержать его экспонаты. Пандам-близнецам в берлинском зоопарке исполнился год. Братья Пит и Пол получили на день рождения сладкий ледяной торт, украшенный бамбуковыми веточками. «В торте, конечно, нет шоколада и химических добавок. Только натуральные ингредиенты. В основном вода, а ещё свёкла для придания цвета, кусочки ботата и листья бамбука». Маму близнецов зовут Мэн Мэн. При рождении каждый малыш весил менее 200 граммов. Теперь они весят по 28 килограммов. Большую часть дня Пит и Пол спят, но и на игры находят время. «Когда они играют, посетители, конечно, в восторге. Такие чёрно-белые комочки в любом случае выглядят мило, а их неуклюжесть всех смешит. Даже у самых флегматичных сердце тает при виде медвежат. Наблюдать за их игрой очень захватывающе». Братья-близнецы будут жить в берлинском зоопарке до четырёх лет. Потом их отправят в Китай, которому они принадлежат согласно договору об аренде. «Маски и социальное дистанцирование. Так в этом году открывается 77-й венецианский кинофестиваль. Старейший в своём роде он считается репетицией Оскара. В этом году это первое международное мероприятие после начала пандемии». На фоне второй волны распространения коронавируса в Италии и других странах действуют строгие правила. Так, перед приездом на небольшой остров Лида, в Венецианской лагуне, где проходит фестиваль, все гости не из шенгенской зоны должны сделать тест на COVID-19. Такой же тест обязателен перед отъездом. Посетителям постоянно измеряют температуру, а места в кинотеатрах можно занимать только через одно. Но билеты бронируют онлайн. Ну и, конечно, все должны быть в масках. В этом году вокруг красной дорожки также установили стену, чтобы не допустить большого скопления зрителей. Некоторые всё же пришли. «Я приехала сюда. Всё будет прекрасно, несмотря ни на что. Я здесь, чтобы увидеть звёзд. Посмотрим, кто в этом году приехал. Несмотря на то, что стена, которая нас разделяет, такая безобразная, я всё равно рада здесь быть». «Очень странно, поскольку все люди закрывают лица. Нельзя никому близко подходить. Странно, но хорошо, что это вообще происходит, что фестиваль не отменили в принципе». В этом году за статуэтку «Золотого льва» будут состязаться 18 фильмов. В прошлом году был 21. В целом в фестивале участвуют более 50 стран. При этом по меньшей мере 4 фильма приняли во внеконкурсную программу в последнюю минуту. Их сняли и смонтировали в рекордно короткие сроки после ослабления карантинных мер. «Ну что, наша закуска уже готова. Сейчас мы её украсим зеленью и уже будем дегустировать». «Ну слушай, довольно-таки быстро приготовилась. То есть ты только почистила кабачок, нарезала, обжарила, уже выложила. Да, 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 да. Я использовала сметану, туда добавила чеснок, немножко посолила, поперчила, обмазала наши кабачки, сверху положила помидорчик. Я сделала это в два слоя, можно сделать и больше слоёв. То есть кабачок смазать сметаной, помидор, кабачок, помидор и так можно до бесконечности. И вот такая быстрая, лёгкая закуска на каждый день, на наш стол для ужина. Самое главное полезное, потому что овощи сейчас можно найти на своём огороде, на даче, да. И быстренько нарезали, обжарили и всё. И, пожалуйста, приятного аппетита. Пока сезон овощей остаётся, нужно брать от осени по максимуму, напасаться витаминами. Предстоит зима, где, к сожалению, уже такого количества не будет, поэтому возьмите себе на заметку. Да. А что, давай уже прощаться и, наконец, пробовать закуску. Да. Итак, для вас сегодня работали Татьяна Семенник, Ольга Романенко. Программа Есть Тодэй. Никуда не переключайтесь, потому что на нашем канале только всё самое интересное. Всё, а мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня на студии в гостях Евгений Монташов, председатель правления Уссурийской общественной организации защиты прав потребителей. Евгений, здравствуйте. Вот такой у нас вопрос. Оплачивая квитанции, мы часто задаём себе вопрос, за что же мы платим. Если за коммунальные услуги собственники платят по факту, свет, вода, да, то жилищными всё не так прозрачно. Что входит вообще в минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома? Ну вот вы сказали минимальный перечень, да, то есть есть утверждённое постановлением правительства тот перечень услуг, которые необходимо выполнять на доме. Надо понимать, что это указаны все услуги. И каждый конкретный дом, на нём одни услуги могут быть, а другие нет. Например, обслуживание газового оборудования. Если в доме нету газа, нету оборудования. Есть много домов, особенно новых, которые строят, когда отсутствует система центрального отопления. То есть такая работа, как промывка, опрессовка системы отопления, её невозможно. Но вообще суммарно весь вот перечень, да, он придуман. Дальше при утверждении тарифа на обслуживание дома, ну, если правильно говорить, размер платы за соодержание, управляющая компания предлагает тот набор услуг, который она будет делать. Этот набор услуг, он просчитывается, потому что каждая работа стоит денег, да, бесплатно. От чего-то можно отказаться в этом перечне? Вот в том-то и вопрос. Минимальный перечень, от него отказываться нельзя. Вот фиксировано, это будет у вас точно. Да, например, берём уборщицу, да, от уборщицы нельзя отказываться. Почему? Потому что она указана в минимальном перечне. Постановлением правительства прописано, уборщица должна быть. Если возьмём пример ситуацию с ковидом, да, как без уборщицы проводить ежедневные действия? Никак. А достаточно, то есть, заменить обычные мыльные препараты на дезинфицирующие средства, и вот, пожалуйста, ежедневная дезинфекция уже есть. Вот, поэтому недаром оно, именно вот этот перечень был установлен, потому что это именно тот объём работ, который необходим дому. Даже если вы скажете, что у нас есть женщина, она будет прибирать наш подъезд и обрабатывать её. А если, вот, эта женщина может заключить договор, если это ТСЖ, да, либо заключить договор с управляющей компанией. То есть, в работу прям войти? Конечно. Ага. У нас сейчас несколько вариантов, да. Женщина может быть индивидуальным предпринимателем, может быть самозанятой, может войти в штат компании. То есть, как она будет оформлять свои взаимоотношения с работой, с управляющей компанией, с работодателем, это уже их заинтересно. Конечно, той же управляющей компанией намного выгоднее взять вот такого работника, внутреннего. Почему? Потому что её знают. Она там живёт. Она там живёт, например, да, её знают. То есть, никаких нареканий, проблем обычно нет. Даже если она там не вышла на работу, то собственники могут на это, ну, закрыть, скажем так, глаза, простить её, да, а не писать тут же жалобы в жилищную инспекцию. Нас сегодня никто не убирает. Вот. Вот. Поэтому такие, если будет такое предложение, конечно, его, я думаю, рассмотрят. И пойдут навстречу управляющая компания. То есть, это вот мы берём уборщицу, да, так это одна работа. А их-то много. Это и вентиляция, это и отопление, и электрика. Это и работы, которые выполняются именно по самому дому. Например, тот же самый осмотр. То есть, дважды в год, весной, осенью, делается осмотр дома. Осмотр крыши, подвалов. То есть, очень большой перечень, который на самом деле, если его выполнять, то дом будет, скажем так, под полным контролем. Домофон относится к этому? Очень хороший вопрос, но он касается периода, когда поставили домофон. Вот так скажем. То есть, разберём два примера. Домофон поставили в доме, который в 90-м году был построен. Раньше никогда домофонов таких не было, его нет ни в паспорте, нигде. И возьмём новый дом, который построили вот вчера. Там домофон уже, например, есть в проекте. Так вот, в новом доме этот домофон войдёт в общее имущество с момента подписания акта приёма передачи, то есть, скажем так, с самого начала. А в старом доме не всё так просто. Его сначала поставят. Обычно это сами собственники скидываются деньгами, нанимают компанию, ставят. Проводят в каждую квартиру. Да. И вот они его поставили, они вроде как бы взяли своё личное имущество и отдали его дому. И вот когда они отдали его, когда оно заработало, в этот момент оно становится общим и имуществом. Но в тарифе-то его не было расходов. Никто в том году, когда ставили тариф, ещё там копеечку не заложил. И получается, до следующего собрания, вот когда будет новый утверждаться тариф, они обслуживают его за свой счёт. А вот когда уже будет новый тариф, даже если он не изменился, обслуживание уже переходит на управляющую компанию. Почему? Потому что, возвращаясь чуть раньше назад, управляющая компания даёт своё предложение, да, что мы за какую сумму будем делать. Тут она посмотрела, говорит, а мы будем бесплатно его обслуживать, увеличивать сумму не будем. Всё. И с этой даты уже обслуживание также входит в эту сумму. А лифт – это совсем уже другая история, да? Лифт – это уже в доме, ну, естественно, без лифта как-то он уже сразу… Конечно, да. То есть можем, ну, могу вспомнить обширную судебную практику начала 2000-х годов, когда вот вводился жилищный кодекс, понятие общего имущества. И собственники по всей России возмущались, почему мы живём на первых этажах, но обязаны платить за лифт. Вот. Так же самое, как почему люди живут… На первом этаже? На третьем этаже оплатят за крышу, да. Вот. И Верховный суд неоднократно, он сказал то, что это общее имущество в доме, если оно обслуживается более чем одной квартирой, то есть лифтом обслуживается несколькими квартирами. Это общее имущество. Так же, как и домофон. Всё. Вот с того момента, как он начал обслуживать не одну квартиру, а все, он становится общедомовым имуществом. А были ли такие прям человеческие споры, вернёмся к домофонам, что вот одна квартира говорит, да мне не нужен домофон, ко мне в принципе никто не ходит, я не буду за него платить, я не буду устанавливать. Были ли такие случаи? Да, это постоянно. И тут возникает вопрос, как оформили установку домофона. Если люди сами скинули своими деньгами, ну просто так, взяли, поговорили, например, 15 квартир, 10 скинули денег, а 5 нет. Поставили домофон, и эти 5 так и не заплатят за него. А к ним не проводят же трубку домофон? Ну, к ним не проводят, но им дают ключ. Но если это решение было принято на общем собрании, и общее собрание собственников решило, что мы будем все ставить, то вот тогда расходы с этих 5 квартир можно взыскать. Это будет уже задолженность их. Тут очень часто вот именно возникает вопрос, что люди сначала торопятся, не соблюдают порядок, нарушают этот порядок, а потом раз, мы с кармана денег заплатили, а возместить их не можем. Как тогда выходить с этих ситуаций? Вот вы сказали, что можно заплатить, в принципе, скинуться и найти какую-то компанию, которая установит домофон. Или же будет проще и документально и, в принципе, официально через управляющую компанию установить, чтобы они нашли этих людей? Нет, однозначно это надо проводить первоначально через общее собрание, однозначно оформлять, чтобы потом можно было взыскать задолженность. А вот кто будет заключать договор управляющей компанией, либо сами собственники, по идее, правильно, конечно, по закону, если это заключит управляющая компания, но даже если просто собственники заключили, потом эти расходы можно будет взыскать, если это будет доказано. То есть, в принципе, без разницы. Путь и такой, и такой, он легкий. Да, обычно управляющие компании в такой ситуации отходят, скажем так, немного в сторону, да, просто дают возможность собрать деньги, их перечислить, ну, конечно, за определенный процент, там, 3-5 процентов, вот это нормально, потому что расходы есть, расходы есть при перечислении, при зачислении денег, это банковские расходы, это нормально. Вот. И сами-то все это перечисляют подрядчику, тот уже ставит, а они принимают. В принципе, при нормальной работе собственников с управляющей компанией, если у них нет споров, если, скажем так, наладилось взаимоотношение, проблем не будет. А еще вот последний вопрос. Если жители подъезда, понимаешь, что у них большие вот эти вот лестничные пролеты, есть возможность куда-то ставить велосипеды, они хотят как-то огородить, тоже нужно через собрание, как здесь поступать? Да, это называется определение порядка пользования общим имуществом. То есть любое место под, любое место, которое может использоваться, еще раз говорю, двумя квартирами и более, да, это уже становится общим им имуществом. Просто так взять и захватить себе закуток... Территорию нельзя. Нельзя. Конечно, это есть такие были прецеденты, захватывают эти спокойные территории, ставят там решетки, все. Ну, он себе ключ только один, да? Да, да. Ну, тут до первого же собственника, которому это не понравится, он идет в суд, легко, абсолютно получается решение о том, чтобы демонтировать все. И тот, кто поставил, мало того, что он потратил деньги на то, чтобы сделать, он потом еще тратил деньги на то, чтобы убрать. Вот чтобы этого не было, таких конфликтных ситуаций, опять же проводится через решение общего собрания. И на нем определяется, где ставят, какое помещение, кто им будет пользоваться. Все решаем только совместными силами, а потом уже идем на высшие стоящие инстанции. Большое вам спасибо. Сегодня у нас был в гостях Евгений Монташов. Ну, а мы с вами прощаемся. До встречи.